Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Успешно обновили 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В Самаре прошла приемка отремонтированной дороги по улице Ивана Булкина. Ловись рыбка большая и маленькая. В Волжском районе прошли соревнования по рыбной ловле, в которых приняли участие ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. 21 тысяча рублей к 1 сентября. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о выплате пособия к началу учебного года. Православные христиане вновь постятся. Для верующих наступил один из самых больших постов в году – Успенский. Строительная готовность Дворца культуры имени Литвинова – 40%, о чем пишет в телеграм-каналах городской администрации профильных ведомств. В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня прошла приемка недавно отремонтированного дорожного полотна на улице Ивана Булкина. Подробности в нашем сюжете. Более 15 тысяч квадратных метров успешно обновлено. Участок от улицы Гагарина до проспекта Карла Маркса отремонтировали большими картами на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня специалисты курирующего ведомства произвели контрольный осмотр обновленной дороги. Сегодня мы находимся на улице Булкина. Осмотрели дорогу, посмотрели устройства инженерных коммуникаций, как были выполнены. Это колодцы, дождеприемные решетки, примыкания нам, триквартальные проезды. Качеством мы остались довольны. А по качеству укладки и уплотнения асфальта бетона будет заключение лаборатории заказчика. Тогда мы сделаем окончательные выводы. Дорога по Ивана Булкина имеет особое значение. Рядом располагаются жилые дома, в том числе и новостройки. Крупный торгово-развлекательный центр. Кроме того, эта улица является дублером Карбышева. Отремонтировать такой оживленный участок дороги нужно было не только быстро, но и качественно. Хочу отметить, что несмотря на погоду в слове текущего года, когда появляется достаточно большое количество осадков, работы ведутся по графику, где-то даже с опережением графика работы идут. По результатам первичной приемки видим, что работы выполнены в надлежащем качестве. Целью выполнения работ является долгий срок службы автомобильной дороги. В этом году ремонтными работами охвачены более 35 объектов. В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнен почти на 93%. В ремонте находятся три участка уличной дорожной сети. Завершить работы на объекте подрядные организации планируют к 1 сентября. Александр Гусева, Василий Колдашов. События. В Самаре ограничат движение транспорта по улице Аменева. Как сообщили в городской администрации, это связано с работами по техническому перевооружению теплотрассы в районе дома номер 15. Ограничения будут действовать с 14 часов 18 августа до 5 часов утра 22 августа. По этой причине общественный транспорт, в частности автобусный маршрут 272, проследует по скорректированной схеме. Горожан просят отнестись к этому с пониманием и планировать свои маршруты следования заблаговременно. Для оформления документов при устройстве на работу и получении пенсии. Зачем нужна временная и постоянная прописка и как ее оформить? А также может ли временная регистрация заменить постоянную? И с чем столкнется собственник жилья, оформляя документы, узнала Елена Чернявская. Сейчас в России существует два вида регистрации – временная и постоянная. Для того, чтобы прописаться по месту жительства, понадобится паспорт и свидетельство о государственной регистрации права собственности. Временная регистрация по месту пребывания оформляется на определенный срок – от 90 суток до 5 лет. Чтобы зарегистрироваться по месту пребывания, не нужно выписываться из жилья, где человек зарегистрирован и проживает постоянно. Отметка о временной регистрации в паспорт не ставится. Выдается соответствующее свидетельство, которое нужно носить с собой. Гражданин Российской Федерации может находиться без регистрации по месту пребывания не более 90 суток. По месту жительства не более 7 дней. В течение 7 дней тоже при вселении и регистрации по месту жительства также необходима регистрация по месту жительства. Заявление на регистрацию по месту жительства можно подать через портал Госуслуги. Так и поступила Татьяна Гришина, когда переезжала из Ульяновска в Самару. С регистрации решила не затягивать. Через 3 дня после подачи заявления в ответ пришло уведомление. Татьяне предложили прийти в орган регистрационного учета с оригиналами документов. Пришла в промышленную миграционную службу, встала на очередь, подала заявление через портал Госуслуг, что очень удобно и очень комфортно. Пришла ко времени и вот регистрироваться. Это нужно сразу делать, чтобы была прописка, чтобы все, везде у меня была дорога открыта, скажем, при поступлении куда-то или на работу. То же самое у меня есть ребенок, чтобы он пошел в сад. Татьяна выбрала для себя другой путь, это посещение ведомства. В этом случае мы ее приглашаем, назначаем ей дату, время. Она приходит, ставит свою личную подпись и получает свидетельство уже за подписью руководителя и, соответственно, печатью подразделения. Можно подать заявление лично через МФЦ у полномоченных лиц ТСЖ или управляющей компании. В течение трех дней их передадут в органы регистрационного учета. Если заявление отправлено через портал Госуслуги, то регистрацию оформят в день, когда вы принесете паспорт и подтверждающие документы. Если квартира съемная, то необходимо получить согласие собственника и подать документы в орган регистрационного учета. Также через Госуслуги и опасаться, что на собственность будет претендовать наниматель, не стоит. Законодатель нам разъясняет, что если вы предоставляете жилое помещение гражданам Российской Федерации для проживания, и на срок более трех месяцев вы должны зарегистрировать его по месту пребывания. Не надо опасаться, что отнимут квартиру. Регистрация по месту пребывания не несет за собой никакого права в будущем завладеть этим имуществом. Миграционные службы напоминают о необходимости следовать закону и своевременно обращаться с заявлением о регистрации по месту жительства или пребывания. Елена Чернявская, Максим Гусев, События. В Самаре пройдет аукцион по продаже исторических домов. 18-19 августа в столице региона состоится форум инвесторов в историческую недвижимость – ярмарка домов. Эксперты из разных городов обсудят, как начать массовую реновацию исторической недвижимости через передачу или продажу ее инвесторам. 18 августа форум откроется лекция «Экономика наследия. Создание прибыли на основе исторической ценности». Пройдет экскурсия по объектам недвижимости, которые определены для передачи инвесторам. 19 августа состоится уникальный игровой аукцион «Оплатил, обладай». Первыми лотами ярмарки домов станут муниципальные расселенные аварийные здания, а также объекты культурного наследия. В качестве итога деловой программы форума запланирована стратегическая сессия «Как сохранять исторический облик городов, сделав муниципальную, региональную, федеральную историческую недвижимость привлекательным товаром». В Самарской области более 900 многоквартирных домов, оборудованные общедомовыми приборами учета теплоносителя и перешли на оплату данной услуги по факту. Таким образом, за тепло жители платят лишь 7 месяцев в году. В компании «Энергосбыт плюс» рассказали о преимуществах такой оплаты и подробности в нашем сюжете. Пять лет назад жители дома номер 49 по улице Коммунистической в Новокуйбышевске установили общедомовой прибор учета на трубы отопления. Теперь суммы в квитанциях для них абсолютно понятны. С тех пор, как перешли с нормативной оплаты за тепло на фактическую, жители стали экономить. Сейчас мы перешли по факту потребления тепловой энергии. Сумма выгоды варьирует от сезона теплого или холодного. Где-то мы считали около 30-50 тысяч рублей на дом выходит. Оплата по факту исключает начисление за отопление в летние месяцы и выставление квитанции с корректировкой. Кроме того, жители начинают интересоваться вопросом, как сделать свой дом более эффективным. От этого растет их заинтересованность в взаимодействии с управляющими компаниями, которые должны осуществлять энергосберегающие мероприятия в данном доме. Устанавливать, например, погодозависимую автоматику, изолировать стояки теплопотребления, утеплять стены и так далее. И это все позволит снизить расходы собственников на оплату, потому что они видят в своих квитанциях. Перейти на фактическую систему оплаты жильцы дома, где установлен общедомовой прибор учета, могут самостоятельно, подняв вопрос на общем собрании. Протокол с решением следует направить в клиентский офис Энергосбыт+. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Рыбалка без границ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В поселке Волжский прошли соревнования по спортивной ловле. Состязания организовали для спортсменов-рыболовов, которые состоят в общественных организациях инвалидов и ветеранов. Подобные соревнования проводятся ежегодно. На этот раз в руки взяли удочки около 50 человек. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. На берегу озера Соленый овраг стоит практически полная тишина. Что неудивительно, ведь рыба громких звуков не любит. Слышен только всплеск поплавков. На водоеме идут соревнования по спортивной ловле, рыбалка без границ. Вот мы сажаем тут червя и тесто. Вот любимое кушание карася. В этом году в соревнованиях участвует порядка 50 человек. Это спортсмены-рыболовы, которые состоят в общественных организациях инвалидов и ветеранов Самары. Они разделились на 15 команд, по три рыбака в каждый. Кто-то из них ловит рыбу с детства, а кто-то взял удочку впервые. Так это же просто замечательно. Рыбу ловить, тем более почти что первый раз. У меня опыта нет, но я накапливаю постепенно этот опыт. Так что жду, что все равно рано или поздно клюнет. Надеюсь на это. На этот раз аппетит у карасей и карпов оказался слабым. Но рыболов это обстоятельство нисколько не расстроило. Каждая рыба, она, как говорится, своя. Ну вот мы думали, тут окунек есть, но окунка не попались. В прошлый раз раки были, рак поймал я. Ближе к обеду участников соревнований позвали на взвешивание улова. Количество рыбы, вес и размер – это те критерии, по которым присуждались призовые места. Кто-то забирает с собой, но чаще всего все рыбу отпускают опять в озеро, для того, чтобы на следующий год приехать и, может быть, поймать рыбу больше, тяжелее. И как любят показывать рыбаки, вот таких вот белых амуров. Победители соревнований, помимо хорошего настроения, получили в подарок рыбацкие кресла, ящики рыболова, органайзеры для рыбацких принадлежностей и, конечно же, памятные медали, кубки и дипломы. А все без исключения участники состязаний после церемонии награждения отведали ароматные ухи. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. Общественная палата России предложила ввести выплату в миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Инициативу направили в профильную рабочую группу Госсовета. Кроме того, авторы документа предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячные пособия для беременных женщин от 30 лет. При этом отмечается, что финансовое состояние семьи при выплате пособий учитываться не будет. По прогнозам Института научно-общественной экспертизы, подобные меры дадут существенный прирост рождаемости. Траты государства на выплату многодетного семейного капитала не должны превысить 300 миллиардов рублей в год. В Самаре пенсионерка решила сыграть на бирже и потеряла 280 тысяч рублей. С 65-летней жительницей города связался незнакомец, представился брокером и рассказал, как работает сервис, пообещав большой доход от вложенных средств. Для вступления в торги уточнил неизвестное необходимо пополнить фонд электронного аукциона. Женщина, обрадованная перспективой легкого заработка, перевела 280 тысяч рублей, однако обещанного дохода не получила. Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а снять даже часть якобы выигранных денег невозможно. Попытки связаться с брокером оказались безуспешными. Поняв, что она стала жертвой мошенников, жительница Самары обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Далее, коротко о других событиях этого дня. Самарские врачи впервые провели операцию по удалению катаракты месячному ребенку. Она прошла в больнице Середавина. Врожденную катаракту диагностировали в больнице имени Ярошевского. Там же провели все необходимые обследования и выяснили, что без операционного вмешательства в будущем ребенку грозит инвалидность. Операция прошла успешно в условиях многопрофильного стационара больницы Середавина с использованием инструментов самого маленького калибра. Ребенка уже готовят к выписке. Жителей областного центра приглашают на субботник, который пройдет в Ботаническом саду. Его организует региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Акция состоится 19 августа, в день особо охраняемых природных территорий. Наведение чистоты на объекте начнется в 11 часов утра. Всех участников обеспечат перчатками, инвентарем и питьевой водой. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о выплате пособия к 1 сентября. Его предлагают перечислять перед началом учебного года семьям, имеющим детей, которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования. По словам одного из авторов инициативы, документам предлагается установить ежегодную выплату к 1 сентября в размере более 21 тысячи рублей. Для малоимущих семей предлагается выплата в размере 34 тысячи рублей, а для малоимущих студентов – 23 тысячи. В Самаре в этом году украли 107 крышек, водопроводных и канализационных колодцев. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. Чаще всего крышки разбивают и сдают в металлолом. В России существует закон, запрещающий пунктам приема металлолома принимать любые элементы коммунальной инфраструктуры. Однако не все коммерсанты его соблюдают. Сбыть украденные крышки оказывается довольно легко. С точки зрения ресурсоснабжающего предприятия, каждое хищение – это умышленное покушение на здоровье и жизнь человека. В России домашних кошек почти в 8 раз больше, чем собак. Исследование аналитического центра одного из российских сетевых маркетплейсов показало, что 82% заказов состоит из товаров для кошек и лишь 12% для собак. Разрыв в количестве покупаемых товаров для кошек и собак, по мнению аналитиков, будет только увеличиваться. На одну корзину с товарами для щенка приходится целых 7 доставок к хозяевам котят. Еще около 4% россиян содержат грызунов, рыбок, птиц и рептилий. И чуть менее 1% – кошку и собаку одновременно. Туроператоры прогнозируют снижение турпотоков Крым на 45-50%. Это связывает с отсутствием авиасообщения, недостатком билетов на поезда и другими логистическими неудобствами. Некоторые компании отмечают падение объема бронирований новых туров на 25%. Спрос на Крым начал снижаться ближе к окончанию летнего сезона. Традиционно крымские курорты в сентябре принимают вдвое меньше туристов, чем в августе. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в июне число туристов, разместившихся в классифицированных гостиницах полуострова, сократилось на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за отсутствия авиасообщения. В Ростуризме подтверждают общее снижение турпотока по итогам летнего сезона на 30%. Православные христиане вновь постятся. На этот раз две недели посвящены Успению Пресвятой Богородице. Это время духовного возрастания, такое же строгое, как и Великий пост перед Пасхой. Как постятся рядовые самарские христиане и о чем проповедуют священники в храмах, узнал наш корреспондент. Успенский пост проходит всегда в одно и то же время, с 14 по 27 августа. Он установлен с древних времен христианства. Первые упоминания о нем известны с середины V века. Он единственный посвященный Богородице и почти такой же строгий, как и Великий. Есть рыбу можно только на праздник преображения Господня, 19 августа. Но, как рассказывают священники, главное во время любого поста не пища телесная, а пища духовная. Самое главное в течение поста – это не гастрономические ограничения, а молитвенное и покаянное настроение. Это совершение добрых дел, дел милосердия. Это участие в богослужении, в таинствах исповеди и причастия. Если этого нет, то, чтобы мы не ели, никакой пользы это не принесет. Как оказалось, во время опроса общественного мнения обычных самарских христиан в городе много. А воцерковленных, то есть старающихся жить по закону Божьему и посещающих храм мало. Успенский пост не всем в радость. Сил не хватает, разумений не хватает, чего-то еще, веры не хватает. И потом пост – это что? Пост – это не злобливым быть, прежде всего, а не то, что что-то не кушать. Говорят, что это самоочищение. Ну, я не знаю, как это самоочиститься. Ну, наверное, что-то есть в этом. Нет, не пробовал. Желания нет. Потому что, ну, мне кажется, я и так чистый. Я грехов не совершаю, вроде бы. Так мне кажется. Внутреннее отношение к себе, посмотреть, разобраться внутри себя, откинуть такие вещи, в общем-то, греховные, как-то. Это и для здоровья полезно, в общем-то, без сомнения. И то, и другое в комплексе. Церковная жизнь добровольно принуждать себя к духовному или гастрономическому подвигу не стоит. Если я, например, верю в Бога, если я люблю Бога, то я добровольно все это делаю. Если же веры, настоящей веры нет, то заставляй, не заставляй, увещевай, запугивай, ничего не изменится. Только любовь к Богу и больше ничего. Настоящие христиане стараются победить свои недостатки, вернуть мир и согласие в отношения с людьми. Особенно во время больших постов. Их в году четыре. Рождественский, Великий, Апостольский и Успенский. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Интерактивную площадку «Музейный дворик» откроют в Художественном музее Самары 20 августа. Там будут проводить лекции, концерты, выставки на свежем воздухе, пикники и кинопоказы. Церемония открытия начнется в 17 часов. В 17.20 откроется фото-выставка самарского фотохудожника Сергея Баранова «Жизнь в кадрах». В 17.30 вечер продолжит музыкально-поэтическая программа Натальи Ростовой «Нарисуй меня, блюз и мелодикламация». А в 18.30 в музейном дворике выступят Георгий Шагалов и группа «Атлантик Джаз». Также с 17.00 до 20.00 проведут цветочный пленэр с известными самарскими художниками. Самарские футболисты победили на всероссийских соревнованиях среди глухих. А хоккеисты Тольяттинской «Лады» стали лучшими на домашнем предсезонном турнире. Подробности в рубрике «Новости спорта». Первая ракетка России, воспитанница Тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в двух сетах уступила американской теннисистке Аманде Анисимовой на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате со счетом 4-6-4-6. Матч продолжался 2 часа 18 минут. Дарья один раз подала на вылет, пять раз совершила двойную ошибку и взяла 4 гейма на подачу соперницы. Теперь Касаткина будет готовиться к US Open, одному из четырех главных турниров года. Предсезонный хоккейный турнир в Тольятти завершился убедительной победой хозяев льда, которые последовательно переиграли всех своих соперников. Казанский «Барс» 2-1, Красноярский «Сокол» 3-2 и Горняк УГМК из Верхней Пышмы 3-0. Второе место заняла команда «Сокол», которая в очные встречи переиграла казанцев. Кубок «Лада» относится к числу старейших предсезонных турниров. Своими корнями он восходит к турниру на призы Волжского автозавода, который проходил еще во времена Советского Союза. В Нижнем Тагиле завершились первые всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «Спорт глухих», обыграв команды из Москвы 12-1, Астрахани 9-0, Ульяновска 6-2, а также сыграв ничью с Екатеринбургом 1-1. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из 25 российских регионов в возрасте от 16 до 70 лет. Состязания пройдут в три этапа. Следующий этап пройдет в Казани с 7 по 11 сентября, а финал состоится в Сочи с 9 по 13 ноября. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Дворца культуры имени Литвинова Заменены окна. На финальной стадии реставрация крыльца главного фасада с облицовкой гранитными плитами, устройство системы отопления здания. Ведутся работы по реставрации стен и потолков внутренних помещений, фасадов внутреннего дворика, устройство систем водоснабжения, канализации и пожаротушения. Принять участие в областной общественной акции «Народное признание» приглашает телеграм-канали железнодорожного района. Участниками могут стать физические и юридические лица, выдвинутые инициативной группой в составе не менее 7 человек, проживающих в Самарской области. Акция проводится по номинациям «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени» и «Единство и успех». Форма подачи заявок на бумажном носителе или в электронном виде обращаться нужно в администрацию железнодорожного района, в отдел по вопросам социальной сферы. Срок подачи заявок до 31 августа этого года. На акцию «Зеленая суббота», которая состоится в Самаре 20 августа, приглашает всех родителей и школьников, сообщает телеграм-канали советского района. На этот раз горожане будут обмениваться школьными принадлежностями. На «Зеленую субботу» можно приносить все, что может пригодиться в учебе. Школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми, рабочими и без сильных повреждений. «Зеленая суббота» пройдет по адресу «Партизанская, 17-Б, эхопункт». Время проведения с 11 до 14 часов. Жители Самарской области могут воспользоваться новым сервисом на портале госуслуги. Те у помощи, те у кого есть задолженности, смогут оперативно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, информируют в телеграм-канале промышленного района. Интерактивный помощник был запущен Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Услуга доступна в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, что больше любят самарцы – арбузы или дыни. 43% опрошенных ответили, что отдают предпочтение арбузам. Еще 32% считают, что есть нужное и то, и другое, причем в больших количествах. 21% предпочитают дыни и 5% абсолютно равнодушны как к арбузам, так и к дыням. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова